ВК-образование представляет? Новогоднее шоу, в котором эксперты экосистемы ВК подводят итоги года и говорят о технологиях. Привет, это Костя Сидорков, и прямо сейчас вы будете смотреть новогоднее шоу от ВК-образований. Тут вы узнаете не только все самые последние новости от компании ВК, но а также увидите крутых экспертов и узнаете, как же можно попасть в IT. Одноклассники. Миша Фролов. Михаил Фролов. Менеджер проектов платформы «Одноклассники». Знать твоих родителей лучше тебя. Миша, привет. Привет, Костя. Скажи, чем ты занимаешься в «Одноклассниках»? Начну чуть издалека. Мне 40, и я в «Одноклассниках». Хорошо, я уже рефиктую твоему чувству самоиронии. Я там сижу, я там работаю. Сижу, работаю. Что может быть лучше? Мне, с одной стороны, повезло с детства, с другой меня, потому что я не смог стать программистом. Не могу понять этих людей, они считаются ноля, мыслят матрицами. А как-то надо было пробиваться. Да, видели мы тут. И пришлось мне искать профессии, которые не требуют вот этих познаний. Важный критерий, что продакт-менеджер не должен мыслить как программист. Я должен быть максимально близок к людям, уметь проявить эмпатию, поставить себя на их место, и потом рассказать программистам, как соединить на линии единички, чтобы это… И скорее объяснить им еще, зачем вообще это надо делать. Да, как сделать так, чтобы графики, которые мы смотрим, росли, если это не нагрузочные графики, а графики отправок, там, чего-нибудь активности в соцсети, и как, ну, грубо говоря, что сделать, как сделать, чтобы людям нравилось проводить у нас время. А это самое основное соцсети, что мы хотим от наших людей. Давай развеем мифы. Я очень часто слышу, читаю, что вот в «Одноклассниках взрослая аудитория», там, понятные сбитые шутки, как про ВКонтакте, и всегда исторически шутили, что там сидят и дни школатроны, про «Одноклассников», что там сидят и хранители. И миф, и отчасти правда. То есть я не могу сказать, что «да нет у нас никого, мы после 30-ти отключаем людей, вообще нет, все, уходи, уходи». И ровно точно так же мы вместе с пенсионным не выдаем тебе логин. Эти люди есть, и в этом нет ничего плохого. То есть это прекрасные люди, которые уже состоялись в жизни. Они могут заплатить за наши подарочки, открыточки. Они гораздо более открыты в сфере общения, в проявлении своих эмоций. И даже если сравнить хейт у нас и ВКонтакте, у нас более он такой боголюбивый. То есть люди так с уважением, с уважением, да, они вот с этим предвзяты. Как навестить, знаешь, выходит статья, и там, кто-то есть живой в «Одноклассниках». Неужели ковид там всех не похоронил еще? Я думал, нет, боголюбиво, просто я думал, что, в общем, они как будто оскорбляют, а потом там типа, ну, это, типа, бог простит, извиняются, там сразу лекарь, когда происходит. Ну, и в этом плане тоже, да. Мне кажется, они просто более эмоциональны, более открыты. Действительно, в плане общения составляют большую часть аудитории. Это правильно. Почему, мне кажется, этот миф произошел? Потому что люди, если сталкиваются с «Одноклассниками», то в их поле, их сверстников, нет людей там, им приходит какая-то весточка, их кто-то поздравил с «Новым годом» из «Одноклассников». И это обязательно кто-то из их родственников старшего поколения. И там вот простая программистская логика, как работает. Так, все, вот такая корреляция, значит, там все такие. Я, например, считаю, что Twitter давно умер, потому что я его тогда не понял. И сейчас, когда я вижу кто-то, что сказал в Twitter, я думаю, господи, как вы там общаетесь? Я лично бабулю подсадил в том числе и на Инстаграм. И, например, в каждом посте она у меня проверяет его на орфографию. Она у меня там прекрасно все комментирует, огонечки на сторис и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь реально вопрос просто адаптации. Конечно. Мифы понятные. А можешь ли ты ответить на вопрос, как можно понять «Одноклассника», как можно понять пользователя соцсети вашего? Это, на самом деле, довольно сложная задача. И чтобы было не так скучно, мы попробуем с тобой разобрать это на примерах. То есть я буду рассказывать, какие для меня были открытия, возможно, для тебя будет что-то из этого открытия. Итак, у нас предпраздничная передача. Начнем с простого вопроса. Какие топ-3 праздника, на твой взгляд, в «Одноклассниках»? Что я подозреваю под топ-3? Это не значит, что люди голосуют у нас за них, у нас где-то демократия. То есть мы смотрим, я как продакт смотрю на графиках. Когда активность аудитории больше всего? Вот три самых популярных, на твой взгляд. Я думаю, что топ-3 праздника выглядит так. Первый — это 8 марта, а потом, наверное, это Новый год, и третий пусть будет День Победы. Ну, на самом деле, ты угадал два из трех. Может, День Победы не такой? День Победы не такой, на что заменим, да. Ну, давай так, я тогда ставлю на два гендерных праздника. 8 марта, 23 февраля и Новый год. 8 марта правильно, потому что у нас, на самом деле, 60% аудитории — это женщины, и они более эмоциональны. Это, ну, на самом деле, самая пушка — это 8 марта, правильно. Второе место — это в жизни, да, по вере, то же самое. А третий, ну, его довольно сложно угадать, но у меня подсказка — у этого человека два дня рождения в году. Иисус! Господи! Пасха — это третья популярность и праздник. Я просто видел сейчас, как режиссер программы такой... Грубо говоря, что праздник для меня? Если для людей, ну, они отдыхают, поздравляют друг с друга, то я как продакт смотрю, мы что-то готовим на протяжении на подготовке к празднику. И потом я сижу с графиками, настраиваю, что будет сегодня, как вот, 8 марта. С утра я просыпаюсь, и, ну, тоже такой вопрос, как ты думаешь, когда пик активности 8 марта? По времени в течение дня. — 11, 12... — 8,50 по Москве. — Утра в 8,50? — Самый топ — это 8,50. То есть мне в 5 утра надо встать, чтобы уже расставить ценники на розы-мимозы. И к 8 я знал... — А ты, подожди, а ты такой... Так, ну, короче, это по 100, это сегодня по 2... — Ну, на самом деле, это слишком дорого. Это московские цены. У нас по 1, по 2 или бесплатно. — Не, ну, подожди, ты так же делаешь, как продавец цветочного магазина, типа там перед праздниками немножко так подкручиваешь? — Чуть сложнее, потому что продавец цветочного магазина может руководствоваться количеством цветов на складе. Он смотрит, рост осталось 20 букетов. Он такой, по 1000, осталось 10, по 2. Ну, другая, у него есть какой-то лимит. А у меня нет лимита, мне эти картинки ничего не стоят. Не мне, а нам, да? То есть здесь действительно нужно найти баланс между ценой, количеством отправок, нагрузкой и всей вот этой штуковины, чтобы в пик выйти именно с топовым. Потому что, ну, я тебе могу сказать, розы круче, чем мимозы, и вот это вот все. Поэтому Новый год тоже самое, только мы начинаем с 30-го, и по 1-й ты сидишь, кручешь ручечки, чтобы вот эти графики достигли своего пика. И это такое, ну, продуктовое удовольствие, когда ты 2 месяца бегаешь к программистам, сделай вот это, сделай вот это, к дизайнерам нарисуй то-сё. Они уже смотрят на тебя, ну, давай теперь, что ты с этим сделаешь, покажи нам этот класс. Смотри, праздник, на самом деле, вот на него и так активность подрастает, а все время хочется как-то ее усилить. И мне, как продуктовой команде, надо придумать какие-то новые активности. Соответственно, например, возьмем Пасху. Что можно добавить просто к тому, что Иисус воскрес, воистину воскрес. Что вот ты, может быть, с детства помнишь, что на Пасху... Ну, куличи, конечно, но это как главный символ. И? И пасхальные яйца. Правильно, все, что ты делаешь, ты делаешь битву яйцами. Для пользователей просто в сообщениях. Просто ты выбираешь яичко золотое, я красное, яичбенька, одно разбилось, 1-0. Вторая активность на 23 февраля, там все просто. Делаешь два танчика, один ползет, стреляет, опять же, 1-0, все то же самое. Как мило. Это звучит очень просто, но на самом деле это подстегивает людей проводить больше времени. Ну, по этой гимнификации, какая-то механика и так далее. Третье, на День Победы, который ты упомянул, мы заметили, что пользователи в сообщениях очень часто пересылают друг другу какие-то символы Победы. Типа, держи, огонь, Победа. Прямо фарвардят, фарвардят. Вот есть вот этот огонь Победы, мы решили сделать им его чуть более красивый и добавить удобный фарвард, просто кнопочку переслать. И, грубо говоря, вот такое сделали письмо счастья из огня Победы. И такой пример, проблема декабря в том, что в декабре вообще нет никаких праздников до Нового года. Ну, короче, а День Конституции, хочется же всех друзей поздравить. Называть праздниками то, что вызывает отклик у людей. Люди в декабре сидят и ждут Новый год и зарплату, ну еще там что-то, я не знаю. И на самом деле там есть Никола Чудотворец, вот 19-го, он очень активен. И нам надо было придумать что-то, перед Новым годом разогреть людей, мы придумали игру в снежки. Мне кажется, я был бы отличный маркетолог в РПЦ, если честно. Ты так, все, такой так. Туда вообще не попасть. Делали простые открытки, предложили людям покидаться снежками. Ты берешь, снежок прилетает, там желаю добра. И вот у меня к тебе такой вопрос. Что зашло круче? Пасхальные яйца, танки на 23-е, снежки или огонь Победы? Я за пасхальные яйца, если честно. Да, я тоже думаю, что там график, потолок, видимо, все всегда им кидались. И как я придумал эту функцию, мне, я сейчас общаюсь с пользователями, мне одна из женщин прислала снежок. В комментариях, как это происходит? В комментариях, в сообщениях, везде. И присылают ей женщине снежок, написано, это снежок добра, перешли его всем своим знакомым, чтобы зима была снежная. И он нарисован из скобочек, закорюбочек, там, крестиков. И мы просто сделали его красивыми, с партнерами аниматоры нарисовали, добавили кнопочку «кинуть в ответ». И никто не ожидал, все, там, графики пробили потолок. Мы обрели наше счастье. То есть получается, что ты вроде кидаешь снежок, что, как бы, ну, немножко задиристо, но при этом, там, тебе я желаю добра, и ты... Тут больше история про то, что вот мы взяли это, что люди делали сами. Понял, да, и как это все. И оно взлетело так, что мы не смогли. Танчики, самая провальная история, никто не стал играть. Хотя там была такая анимация, я играла. Ну, не зашло. Века, как сказать, этого пацифизма уже как-то это, ну... Так тоже бывает. Еще есть такой аспект. Правда, к нас все говорят, что у вас дизайн, ну, как бы, Саша Вермоленко неодобный. Ну, наша дизайн-команда говорит, «Слушай, Миша, ты уже реально устарел. Давай ты прекращай своими открытками, там, не надо вот эта радость-эпилептика. Мы тебя сейчас нарисуем красивой». Я тебе покажу сейчас две открыточки. На Новый год мы их делали. Соответственно, два бокала с какими-то пожеланиями. Вот одна открыточка. Вот вторая. Соответственно, вот эту предложил дизайнер, вот эту я отдавал как референс. Простой вопрос. Более я бы отправил вторую, конечно. Вот. И ты этого не стыдишься. Если выложить вот эти картинки на дрибл, все выберут первую и скажут, ну, здесь вот, там, минимализм, все вот это. Вопрос такой, во сколько раз вторую отправляю лучше, чем первую? Потому что с дизайнеров переспорить невозможно. Они очень эмоциональные люди и говорят, что ты меня не уважаешь, давишь авторитетом, я пойду жаловаться наверх. А мы можем позволить себе поставить любой дизайн. За два часа у нас накопится статистика. А вы там делаете тест на тысячу человек? Это я могу сделать на всех человек. То есть не жалко потратить час, чтобы... Не жалко тебе людей, вот что это? Ну, все проведение праздника зависит в том, чтобы тебе найти свой оптимум. По графике, по цене, по получателю, по отправителю, там, что будут девочки отправлять, что мальчики. Это все настраивается. И, соответственно, мы с дизайнерами договорились, что я ставлю все ваши картинки. Просто мы в случайном порядке будем показывать мои ваши. Вы не понимаете, по 5 тысяч рублей не кидаете еще так каждый, типа... Нет, но я бы неплохо... Возможно, это была бы хорошая прибавка и к моей зарплате, да. Соответственно, ну, мой бокал победил, это было ожидаемо во сколько раз? Блин, хочется сказать какое-то число, там, типа, ну, 100 раз, например. Или даже как будто бы в 500. Ну, какое-то вот такое огромное... Ну, к сожалению, не настолько, как бы так сказать, велика сила мерцания, но в 10 раз. В 10 раз, ну... Отправки бы лучше. И вроде бы можно было сказать, ну, ради культуры, просвещения людей мы бы могли поставить вот эти. Но когда ты понимаешь, что мы можем это монетизировать, и это у тебя, например, миллион рублей или 10 миллионов рублей, и надо помнить, что ты заработаешь не для себя, не для того, чтобы дизайнеры, не для того, чтобы на VC написали хорошо, а все-таки это отчасти бизнес. Это компания, которая зарабатывает деньги. Опять же, количество отправок влияет на то, сколько пушей мы разошлем и сколько людей вернется. Это то место, где можно свой вкус засовывать туда. В бэкэнд, назовем это так. Сейчас мы поговорили про популярные праздники. Есть такой праздник, 14 февраля. Навязанный нам западом. Навязанный нам западом. То есть, а программа 60 минут начинается сегодня, понимаете? Что не так с ним, если говорить в рамках соцсети? Ну, вот на твой взгляд. С одной стороны, он очень добрый. Он про любовь, про взаимоотношения, про семью. Что плохо в соцсети? Слушай, ну плохо, наверное, для тех, у кого нет второй половинки. Они чувствуют себя немножко в этот праздник, ну, казалось, ну, типа, как-то обделенными. Когда меня возьмут в РПЦ, ты можешь прийти на мое место. Потому что, ну, абсолютно правильный ответ. Проблема в том, что даже у тех, у кого есть вторая половинка, она всего одна. То есть, это вроде бы неплохо с точки зрения житейской логики, но ты можешь поздравить одного человека. Для меня, как для продакт-менеджера, которому надо графики возводить в потолок, это маловато. Мне надо, чтобы ты всех осеменил, грубо говоря. Ну, а ты же не можешь всем признаваться в любви. Поэтому пришлось придумывать какие-то тематические подарки. Там, сердечко на счастье, там, сердечко для... Ты даже, если нет второй половинки, ты мог кому-то выразить хотя бы атрибут любви. Потому что вот эта ерунда вся витает вокруг. Святой Валентин, Стрелы и все такое. То есть, можно работать именно, даже как-то видоизменить праздник и уйти от любви безусловной, которая у тебя просто там бабочки в животе, а там в голове, по-моему, что-то... Да, к любви такой. Любви условной. Люблю тебя за шутки, за юмор, за то, что можешь прийти вовремя. И наши пользователи, как оказалось, тоже любят музыку. Маруся, поставь Стаса Михайлова. Громкость на ноль. Сегодня вот был Хабиб. С удивлением я узнал, что его трек всего, вы говорили, на седьмом полном месте. Да, у нас в топ-30. У нас гораздо выше. Я вот для тебя заготовил вопрос. Ты, как человек, очень близкий к музыке. Я назову тебе пять треков. Так. Твоя задача — ответить мне, какой из них не попадает в топ-5, ну, соответственно, вот, прошедшего месяца. Давай. Итак, «Питок песен». Давай. Федерико Феллини. Я вот ездил в Абхазию, там из каждого чебурека прям. «Горький вкус» от Султана Ладушева. Это точно в топ-5. Давай дальше. «Тебе, моя последняя любовь». Михаил Ирина Круг, не могу не петь, потому что сейчас слышу. «Ягода малинка» от Хабиба. И «Солнце монако» от Люси Чеботиной. В итоге вам? Последние. А, последние. Ну, наверное, Круг уже, ну, вряд ли в топ-5 прям. Ну, короче, я их типаю. Его нету, ни его, ни Михайлова уже нету даже в топ-100. Да. Хотя вокруг все почему-то ждут, что в «Однокласснике» будет вся музыка. Слушай, давай так, простым языком я всегда описывал топ-100 треков «Одноклассников» близким к чарту русского радио. Ну, вот по формату, я имею в виду. То есть для меня, если там всегда ВК был, это в стезе хип-хопа, таких, знаешь, типа артистов, которых там точно не поставишь никогда там эфир радиостанции, то «Одноклассники» как раз идеальное отражение с точки зрения чарта эфира радиостанции с популярной поп-музыкой на русском языке. Ну, это опять же, видишь, потому что ты человек, который более-менее разбирается в этой области, а все, что я слышу от своих, в том числе, друзей, что, ну, музыка у вас наверняка там шансон, там Михайлов, Мексик. Не, ну вот несколько лет назад, давай так, несколько лет назад, я помню, песня «О боже, какой мужчина» держалась реально год или два, прям никуда. Так это «О боже, какая песня» ты вспомнил. Нет, ну, я к тому, что она прям вот подзадержалась. Слушай, давай немножко попробуем подытожить, что было классного за этот год у вас и что вы хотите сделать, задать, может, сами какие-то тренды или антитренды на следующий год? На самом деле все, куда сейчас движется вся эта история, именно и с открытками, и с подарками, с чем бы то ни было, это в то, что мы стараемся наблюдать, что делают люди, вот как, например, с огнем там, со снежками, и давать им просто удобные инструменты этим пользоваться. Мы вот в этом году, даже в прошлом году еще запустили возможность людям самим делать стикеры, иногда на это больно смотреть, честно, потому что занимаюсь стикерами, задумываешь, господи, но этот человек сделал, вложил туда свой труд и отправляет их везде. Пусть они на мой вкус некрасивые, но для него это что-то созданное самим собой, и он все это по друзьям раскидывает. Соответственно, за год эти стикеры выросли, они уже обогнали те, которые мы добавляем от художников, то есть по числу отправки. То есть платформа стикеров у вас стала в этом году открытой? Да, она стала еще в прошлом, но вот сейчас набрала такие обороты, поэтому мы добавляем... А модерацию какую-то проходит или вообще типа... Есть модерация на совсем запретные темы, соответственно, с подарки сделали то же самое. Они смотрят на то, что люди сами готовы изготовить подарок и отправить, а кому-то есть простые механизмы это сделать. Представляете, ты сделал такой так, а как его отправить? И вроде бы да. Это все простое, сейчас все идет к тому, что в следующем году, насколько я знаю, мы запустим приложение для мобилок, которое будет постраиваться под тебя, именно интерфейс его. Если ты пользуешься музыкой, она у тебя будет где-то повыше, поближе на главной вкладке. Это супер. Если нет, то мы ее убираем подальше. И это, ну, к сожалению, нельзя сделать революционным путем, то есть мы не можем сказать, так, завтра все по-новому, потому что у нас очень большая аудитория, и просто не угадать, будет очень больно и бизнесу, и продуктам, и всем. Поэтому это можно делать только маленькими итерациями, и зачастую именно из-за этого внешнему наблюдателю незаметны эти изменения. То есть он смотрит такой, да у вас ничего не поменялось. Нам это и хорошо, мы знаем, что меняется. А люди могут не видеть. То есть все идет в сторону персонализации, и уже не топ-контента, но интерфейс на этой части. Планы, мне кажется, более чем амбициозные. Да, надеемся, сработает. Просто пожелаю, чтобы реально было, у тебя все графики шли еще выше, и вы нашли какую-нибудь новую очередную механику. А вы приходите в Одноклассники. Тут или можно прийти к нам работать, или там природа сама поможет, видите, 40, и вы у нас. Ну, смотри, технически я как бы с вами тоже, поэтому считаю, что, ну... Ты это в команде, я больше к зрителям. А, давайте, ребят, залетайте к нам на огонек. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому